Дамбы защищает село Бельтырска на протяжении нескольких километров, но главный удар река наносит здесь. Русло круто изгибается и во время ледохода массивные глыбы льда буквально таранят. Дамбы при высоком уровне воды могут разрушить насы. В этом году, как говорится, пронесло. Вода невысокая, лед по ней легко проплыл вниз под течению. И такая относительно благополучная картина на всем протяжении реки. На текущий момент уровень воды в городе Абаза ровно 110 сантиметров. Это самый низкий практически уровень, который позволяет никаких сюрпризов нам не ожидать. И в районе города Абаза примерно с километр скопления льда. Но этот лед уже в виде шуги. Уровень воды, учитывая, что не поднимается, это означает, что вода свободно проходит, его в том числе размывает. Если пойдут дожди, вода поднимет поле из шуги, и тогда вообще никаких проблем не будет. Но вспоминая о паводке двухлетней давности, когда летом смыло 100-метровый отрезок как раз Бельтырской дамбы, строители решили укрепить самые потенциально опасные участки. Ледоход прошел, но дело в том, что тот снег, который должен растаять, и те осадки, которые нам прогнозируют, все-таки мы как-то опасаемся этой ситуации. И считаем, что надо быть на высоте по защите. Поэтому принимаем все меры для того, чтобы как-то все-таки защитить населенные пункты. В общей сложности на дамбы в Аскисском районе вывезли 2500 кубометров скального грунта. Уровень насыпи подняли на метр полтора, и теперь ждут второй и третьей волны паводка с уверенностью. Глава республики осмотрел дамбы, поблагодарил строителей районной власти за оперативность и внес такое предложение. Сейчас увидим, где сложный участок, который мы понимаем, что его смывает. Утратимся за 5-6 лет, забываем его железобетон, и будем понимать, что это мертвое, стоит дамбы. Стоимость бетонирования еще только предстоит подсчитать, но наверняка это будут десятки, если не сотни миллионов рублей. Хотя восстановление дорог и поселков после наводнения, как показала практика, обходится дороже. Виктор Лушников, Игорь Брюханов, Вести Хакасия. Виктор Лушников, Игорь Брюханов, Вести Хакасия.